Учёные Казанского федерального университета нашли способ лечения травм спинного мозга. При исследовании получены результаты положительного влияния трансплантации в пуповинной крови на миграцию швановских клеток в область травмы спинного мозга. Эти клетки участвовали в образовании миелина, тем самым способствуя улучшению двигательной функции. Научная работа опубликована в журнале STEM Cells International. Исследования велись на базе научно-исследовательской лаборатории OpenLab генные и клеточные технологии и биобанка пуповинной крови Казанского федерального университета. Работа выполнена в рамках приоритетного направления «Трансляционная 7П-медицина». В нашей лаборатории мы вырабатываем методы генной и клеточной терапии травм спинного мозга. Есть так называемые стволовые клетки, которые, во-первых, могут эмигрировать в очаг поражения или травмы, а во-вторых, дойдя туда, они способны восстанавливать украшенные клетки и восстанавливать ткани. При его повреждении гибнет часть клеток, что приводит к разрушению миелиновых оболочек и нарушению проводимости нервного импульса. Это приводит к различным проблемам, таким как паралич. Швановские клетки после травмы спинного мозга способны мигрировать в область повреждений и участвовать в образовании миелина, тем самым заменяя функции других клеток. Эксперименты уже проводятся на крупных лабораторных животных. Следующий этап — клинические испытания на человеке. Артём Тупичкин, Универньюз.